Фотовыставка Сейчас конечно Не особо уже Фотографией занимаюсь во Франции Но раньше по старой памяти Решил поучаствовать Нашел несколько своих старых там фотографий Совсем чуть-чуть Поучаствовал Но просто ради того, чтобы посмотреть Как это у них происходит Может быть вам тоже интересно Кажется, я решил это дело Попробую это дело подснять Посмотрим, как оно будет Вот мы закончили уже Еще одну серию Прямо на улице Здесь вот такими Ну на пластиковые вот эти зажимы цепляли Прямо вот так вот Среди, возле дороги Там вон циркушка красивая Здесь вот будет висеть И вот так вот по всему городу Такие наружные штуки Прямо по всему городу, в разных местах Там еще в парке мы увешали Во многих местах Довольно интересная идея Город так преображается Я представляю, когда люди просто проезжают Смотрят, оно так Вот такая серия одного из авторов Неплохая, интересная Я вам еще покажу другие Вот мы перешли на другое место Вчера вот эти вешали штуки Вот прямо здесь Сегодня вон еще новый автор Американец Он там будет вешать И еще вот на той решетке Вот там на заборе будет Здесь видите такое местечко симпатичное Это все вот в одном городе Там, там, там разные такие будут экспозиции небольшие Разных авторов Вот это в фиолетовой футболке Это автор вот этих Фоточек, интересные штуки Много путешествует Я вам потом поближе покажу Я, в принципе, буду снимать не только сегодня Потом и когда начнется уже сама экспозиция Когда будет открытие Тоже поснимаю И потом все это дело смонтирую В один интересный Надеюсь, интересный ролик Распечатали еще одну коробку Вот этот автор Не знаю, где мы его сейчас будем вешать Национальности здесь уже сколько? Ну, пять минимум Есть голландцы, есть англичане Есть американцы Есть украинцы Я, например Потом, ну, к французу, конечно, тоже есть Интересные работки у мужика С разными такими Вот эта вот штука Прикольная Интересные места За счет этого фотография, честно говоря Мне лично интересно Может кому-то Для меня это не столько искусство Сколько вот просто Правильные, хорошие места Хороший выбор Плана, может быть Ну, в принципе, это тоже, конечно, искусство Но для каждого свое Понимание искусства и тому подобное Просто интересно посмотреть на какие-то места На людей, на каких-то В этом весь прикол Вот еще одно место, где мы сейчас еще одну серию повесим Разговоры ведутся в основном на английском Потому что французов пока Авторов французов пока я видел всего парочку Тут практически закончили Вот она, еще один кусочек Этой выставки получился По-моему, смотрится неплохо сдалека Просто сама ситуация Вот так вот едешь-едешь В обычном городе У нас, честно говоря, я мало себе представляю Можно, конечно, да Уже сейчас люди более-менее адекватны Где-нибудь в городах Там, где много Много людей Не где-нибудь там в закутках В закоулочках Где-нибудь в центре Да, можно такое представить Но, в принципе, здесь это вполне нормально Я уверен, никто это Не сорвет Не нарисует какие-нибудь усики Никто ничего не испортит Так что, в принципе Преображаем немножечко Город Да, жаль, я в этот раз Не сделал себе таких вот Наружных, больших форматов Я сделал всего лишь Несколько маленьких И внутри, в здании Там будет открытая Как бы выставка на улице А есть еще будет Закрытая И мои будут только там Ну, это не страшно Я просто Попробовать Хотел посмотреть Как это все происходит Теперь я буду знать Может быть, в следующем году Я это дело Учту Маленький пикничок устроили Прямо на этом месте Где мы были Спасибо 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 Вы хотите сделать пикничок? Да Спасибо 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 Ну вот оно То место Где мы покушали Я вам еще раз покажу Сдалека Просто Здесь Такие вот водички Какие-то кувшинки Или как эти растения Называются Вот мы прямо здесь Взяли, поставили столик Перекусили Сейчас будем продолжать Делать Экспозиционы Наши Еще одно Новое место Веселое Продолжаем Здесь С моим Компаньоном Вы видите Скажи привет Компаньон Скажи привет Улыбается Я вот тут Эти штуки Леплю А вот там Вот на улице Они вешают Вот эти штучки Вставил пластиковые Еще Прицепить осталось И все Такие вот Фиговинки Тоже Развешиваем Сейчас я тут Их направляю Чтобы было Илюминировано Получилось Но они на свет Просвечиваются С той стороны Лучше видно Танцоры Есть и русские В русских костюмах Сейчас Четвертый Потом вот так По всему Вот этому Ангарчику Будем развешивать Вот они все Тут Ну вот Повесили Все штучки С ветром Они конечно Немного Колбасит Их Но в целом Неплохо Вроде получилось Сейчас еще Отрежем Забыли Отрезать Там Пару Пластмасс Вот с этой стороны Такой вид Нормально Короче Пойдет Преобразили Городишко Немножко Он неплохо Выглядит В целом Вот внутри Тоже Уже Немножечко Развесили Вот те Классные Работки Мне нравятся И в этом Зале Есть еще Второй Зал Баннер 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 Тоже Закончили Еще одну Стенку Серия Тур де Франс Фанаты Велосипедного Спорта Есть Интересные Смешные Фотки Забавно Смотрится Смотрится Вниматься Улала Да и боннет Пойди, вон ты нарушившись Ты их со своей баррой? Здесь он, кажется, в Франции, бомбук растет, я не знал, почему он такой прикольный. Такие из него добинки классные получаются. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Это там, второй, второй, там. Нашел дерево в этом заброшенном месте, где мы фотки вешаем. Какая-то алыча или что-то такое. Или сливы, может, у нас сливы. Не, вообще, может, и сливы. Я уже попробовал, вкусные. Себе в рюкзак наберу немножко. Ну вот, то, что мы сейчас повесили, вот так вот выглядит. Не супер, может быть, ровно, не идеально, но в целом неплохо для городского пейзажа. Фотки прикольные из Китая, старые. Жан-Жак фоткал. Который вчера в гостях, кстати, был. Такой прикольный у него домик, семья такая интересная. Все как-то так уютненько. Я, правда, как всегда, не снял. Там еще паренек, у него прямо дома есть ударная установка, басуха. В общем, музыкой тоже занимается. Может, как-нибудь с ним что-нибудь поиграем. Меня видно у водички. Так, ладно, на сегодня все. Для вас это все в одном ролике, а я уже тут сколько, несколько дней занимаюсь этими развешиваниями. Там велосипедисты, там остальные фотки, которые мы вешали здесь. И там вон улица. В общем, много работы. Но вроде ничего так смотрится в итоге. Так, ну вот, собственно, день открытия. Люди уже потихонечку собираются. Здесь вот у нас сегодня и овощи тоже, с которыми я раньше работал. С которыми я делал фотографии. Я здесь уже был вместе с этой тусовкой. Гурман Дэси называется. Они здесь тоже сегодня. Там уже, как видите, повесили. Сейчас пойдем внутри тоже посмотрим. Тут можно вот прямо поставили лавочки, стульчики. Можно садиться и наслаждаться великим искусством. Я вам сегодня, наверное, пройдусь. Давай, Артур, пройдемся вот так по кругу. Поснимаем поближе, посмотрим. Чуть-чуть ближе, потому что на GoPro все далеко. Можем так увидеть. Вот такой вот артик. Автор у нас Лора Бонефол. Если я не ошибаюсь, она француженка. Хотя здесь много и не французов, и иностранцев разных. Но самое интересное внутри и вот там, где мы вешали по городу. Там еще посмотрим. Здесь вот такие фотографии с воздушного шара, если я правильно понимаю. Все фотографии с высоты птичьего полета. Ну, я вот в этом году я провтыкал, как говорится. Не сделал себе такого большого формата. Ну, ничего. Как я уже объяснял, я просто хотел посмотреть, как это все происходит. Теперь я знаю, в следующем году можно будет легко и просто. Жаклин Ара. Автор этих фоток есть. Вот еще тут у нас немножко ню такого. Это Ванг Хан и Мишель Ален Луи. Если я правильно произношу. Вот такая тоже серия. Ну, вот мы уже внутри. Здесь эти маленькие фотки со всякими разными. Вот этот медведь прикольный. Рыбу поймал. Такой хороший, удачный кадр. Это у нас выставка. Здесь множество авторов. Вот целый список. Это как ассоциация. Фотоклуб такой. Это их работы. Здесь небольшие. Давайте сейчас пойдем вот так по кругу пройдем. Здесь у нас есть Патрис Дуран Ло. Интересная тоже серия. Такая в музеях. Люди вместе с картинами. Мне нравятся. Есть интересные штуки. Надеюсь, вам видно. Далее вот такие вот интересные инсталляции. Даже светящийся такой лайтбоксик. С подсветочкой. Это Мари Нигуль. Автопортрет причем. Кстати говоря. Так что это даже автор. У нас такой критик интересный. Хм. Неплохо. Вот это интересно по-своему. Интересно. Лес легкий. Душит. Так. Двигаемся дальше. Здесь еще один лайтбоксик. Но она так. Насколько я понимаю. Тихнил. Нет. Это не моя. Это. Я только что читал. Элизабет Ригу. Вот. Честно говоря. Вот эта серия мне очень нравится. Она. Близка к моему стилю. И. Близка к тем фотографам. Которые мне нравятся. Особенно вот. Пару работ здесь очень такие. Мне нравится. Чедвик Тайлер. Вот чем-то похожи. Некоторые. По свету. Вот это в воде. И когда пучки такие света. Интересно. Далее у нас тут. Я так понимаю это сборник. Потому что каждый подписан. Да. Здесь. Разные авторы. Ух ты. Смотрите какой движняк интересный. Я прям подумал. Как будто это новую часть Безумного Макса снимают. В таких костюмах. Клод Казиньё. Клуб. Да. Это тоже фотоклуб. Города Семяк. Это. Сборник тоже. Пойдемте в другой зал. Посмотрим. Вот она там наша комнатка. Все это мы помогали вешать. Ну. Я помогал. Артура не было. Тогда конечно. Артур у нас пришел на открытие. Такая серия. Я сначала подумал что это серия Близнецов. Но нет. Если почитать. Здесь просто одно имя. Вот Себастьян Шиво. 87 лет. Вот. Откуда он приехал из Италии. 21 год назад он приехал из Италии. Работает там то и там то. То есть это просто такая вот. Ну. Креативная идея. Делать вот так вот два портрета рядом. С некоторым отличием. Вот. Идем далее. Здесь. Вот такая есть серия. Автор у нас. Мари Синфре. По-моему. Вот такая вот цветовая серия. Ну и тут вот. Наша есть. Вот это похоже. Да. Похоже. Это наше. Это не узнаешь кто это? А? Не узнаешь кто это? Это мама? Да. Это мама твоя. Вот такая вот наша небольшая. Тут тоже серия есть. Такой маленький участок. Старые все фотографии мои. Потому что очень много фотографий я потерял. И здесь в принципе во Франции новых немного сделал. Поэтому пришлось использовать старые. А вот он Жека. Попал во Францию наконец-то. Жека никогда в своей жизни не был нигде за границей. Вот хотя бы. Хотя бы так получится. Уй. 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 Так. Уй. Сейчас мы. Да. Вот это мои. Здесь сейчас еще снимем. Последняя. Здесь Ален Лога. Еще автор тоже интересный. Мне очень нравится вот эта печать. Оно такое на пластике. Оно такое приятное, интересное и удобное в принципе. Мне кажется. Так. Ладно. Там сейчас какую-то речь будут толкать. Поэтому мы пойдем. Посмотрим речь. Презентация идет автора. Чей вот ее работы. Она тут самая модная. Ее там там покатят. Здесь вот ее работы. Ну как бы. Ее и презентуют сейчас. Вам наверняка ничего не слышно. Поскольку мне даже с трудом слышно. Это два автора. Вот слева и справа это оба автора только. Она училась в Тулузе, в Париже и в Лос-Анджелесе. В 2008 она делала экспозицию в Японии и здесь. В 2014 финалист какого-то конкурса. Ну в общем. Всякие регалии рассказывают. Такой фуршетик тоже предлагается здесь. Там на улице вино, соки раздают. Здесь аперитивчики разные. В принципе так неплохо все. Атмосферка. Вполне себе. Артур на чипсы напал. Как всегда любитель чипсов. А? Зачем добавляют перец? Для вкуса. Некоторым людям нравится острая еда с перцем. А ты просто еще не привык. Тебе не сильно нравится. Тебе кажется, что сильно горько. На самом деле она не сильно горько. Оно такое пикантное. Так. Народ немножечко собрался. В то же время разбрелся. Все болтают. Винишко пьют. Разговаривают. Возьму еще чуть-чуть. Вот этого есть. Ты смотри. Невероняй сильно на пол. Сколько ты уже съел чипсов? Признавайся. Сколько колбасы уже съел? Признавайся. Три. Три. Надо что-нибудь какое-то попробовать. Это у нас жамбон с дыней, если я не ошибаюсь. Да. Жамбон с дыней. Интересная штука. Попробует это. Жамбон вмысе с дыней. Тебе ж такое может понравиться. Что оно? С дыней. Оно сладкое. Вкусно? Еще одна презентация. так сегодня у нас воскресенье и сегодня у нас такой сбор которым мы пройдемся по городу посмотрим работы это все фотографы собрались которые участвуют может быть не все некоторые собрались фотографы которые участвуют и мы как бы пройдемся по по фотографиям которые по городу развесили чтобы обсудить посмотреть такой вот сбор вот мы подошли к следующей следующему автору его вы уже немножечко видели когда когда мы вешали эти работы мы на них немножко посмотрели давайте вам поближе и вообще с наверно все буду показывать потихоньку в принципе неплохо печать неплохая на этом форексе довольно качественно получается артур говорит у него от этой фотки глаза болят рябит немножечко глаза на правильно болят от этой фотки глаза вот здесь качество похуже видимо исходник маленький или не знаю ли или темно было шумно сильно еще одна партия 4 фотки но таких интересных по регби интересно именно решение брать так детально просто какие-то моменты такие да когда все в грязи и чисто руки ноги и остальные части тела по моему интересно неплохо так следующему подошли сейчас вам потихонечку пройдусь и вот здесь еще но это я уже все это конечно хорошо видел просто все это крепил помогали цепляли но вы видели поэтому я конечно тоже все очень хорошо смотрел но вам покажу давайте пройдемся немножко более подробно вот этот котик прыгающий я бы его честно вере вертикально сам посмотрите вот горизонталь а вот так вертикально мне кажется он так гораздо круче выглядит он прыгает как будто найти вдаль а здесь просто ух ты тут сломалась ух ты поломалась кто-то зацепил или ветром вот такие вот вещи автор лора галине блядые пойдем послушаем там рассказать что-то и а а и и и а и 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 он и мы видим, как он делает, и мы решили себя обрабатывать. И мы решили, что это будет выражаться на теле. Я буду делать у меня спот на телевизор, это будет выражаться на телевизор, и ты смешаешься на телевизор. Да, это мошадь. Мошадь. Она гениальна. Она гениальна, она не плачет. Она не плачет. Это дитрактор. Лорен, остается в нем Вы продолжаете говорить Ну, другое Вот это фотки Я все время думал Что это такое, где это Что это обмершее Оказывается, сейчас она рассказала Оказывается, это просто стекло У автомобиля замерзшее Она так вот взяла фрагмент И в целом сейчас довольно смотрится круто, художественно, как будто даже не фотография, как будто картина какая-то. Очень интересно. Мне вообще нравятся вот эти две. Вот это тоже очень стильная штука, на мой взгляд. Артуру нравится какая из этих? С котиком, конечно. Котик крутой, да, в полете. Так, я не помню, показывал ли я вам еще вот эти брошюрки, которые здесь раздают. Ну, покажу еще раз на всякий случай. Реклама всякая есть, конечно же, но в то же время есть вот немного про каждого автора, который участвует в этой выставке. Можно что-то прочитать про них. Ну, понимаете, классический такой гидик маленький, где здесь есть расписание, где кто находится, чья выставка, где. Ну, то есть, в принципе, труды такие довольно серьезные были вложены в это дело. Постарались. Хотя, казалось бы, не сказать, что такое прям очень грандиозное масштабное действие, но, тем не менее, неплохо. Ну, и вот. И я тут есть немножечко. Я, правда, текст не успел. Мне говорили дать текст тоже, но... О, вот этих я не видел, кстати. Во, блин, круто. Вот тут есть очень классные вещи. Мне нравится, например, несколько даже. Посмотрите, как это прикольно. Вот это вот интересный такой момент. Да и вообще каждое по-своему интересно. Мне нравится. Вот тут тоже, блин, тоже кто-то чем-то ударил или что-то сломали. Ну, видите, даже здесь бывают вандальчики небольшие. Это круто. Это прикольная серия. Очень прикольная. Мне нравится. Вот это в Индии. Сразу понятно. У них там всегда с водой такие проблемы. Вот это... Да, блин, каждая по-своему прикольная. Мне очень нравится. И интересно. Очень интересно. Вот тут цвета здоровские. Давайте посмотрим, кто у нас. Это у нас Филипп Абади. И, кстати говоря, если я не ошибаюсь, это вот мужчина стоит в кепке и в желтой рубашке. У него тоже фамилия Абади. Возможно, это его родственник. Что? Чтобы нырять с моста. Это школа, по-моему. Где-то здесь школа. Может быть, даже вот это и есть здание школы. О, они такие тут миленько. Да, пойдем догонять. А еще мне жутко нравится вот этот Volkswagen. Классный такой дизайн. Новый. Эти квадратные фары. Меня вообще дико. Очень нравится, в общем. Ладно, идем к следующей. Ну вот мы подобрались к той самой экстремальной, которую из всех, которые я вешал. Мы здесь... Ну, я вам снимал. Я думаю, вы уже посмотрели. Возле бамбука пришлось в воду залазить, чтобы ровнять там все это, прикреплять. Эти я вам уже, в принципе, даже показывал. Это фотки Жанжака из Китая. Довольно интересные, красивые. Жанжак рассказывает, что это фотографии. Он делал еще 30 лет на назад. Конечно же, пленочные, пленочные работы в Китае. Ну, собственно, здесь по некоторым фотографиям очень даже видно, что они не современные. То есть, я вообще, Китай, довольно фанат Китая, поэтому сразу же увидел, что фотографии старенькие. 70-е, 80-е, может быть, года. Ну да, 80-е получается. Мне лично нравится. Но здесь поближе сложно показать, потому что водичка. Привет! Пойди вам лучше покажи, какие тут... Артур, покажи, какие тут деревья часто встречаются, которые пустые внутри. Вот такие. Очень часто пустота внутри. Вот одно. Видите, оно такое. Вот еще одно. И такие часто. Сейчас он тебя съест. Ну и вывод. Мы уже подошли к следующей серии, посвященной Кариде. Как видите, такие товарищи. Детали. Еще немножко с этой стороны. Тоже такие детали. Довольно интересно. Тут сетка просвечивается. Невыгодно свет, когда с той стороны получается сетка. Кровь. Бедные быки, честно говоря. Лягушки заквакали. Здесь живут лягушки. Красиво сделано. Выглядит прикольно. О, слышите? Сейчас чуть-чуть снимем такие красивые цветочки. А холодно камеру не делай упасть. Прикольно. Можно уровень воды. Не, не надо, не надо. Пойдем. Все пошли к этим фоткам. Эти я вам уже показывал. Это одни из первых, с которых мы начали вообще. Их помогал тоже вешать. Вон оно на автор в белой шляпе. Хотя на эту камеру вам ни черта не видно. Вот это вот серия смешная. Когда я вешал. Тут очень много чудных фоток. Сейчас я вам покажу все по очереди. Ну это фанаты Tour de France. Велосипедного спорта. И вот они так разодеваются. Видите, такие чудные моменты разные. Довольно интересная тоже серия. Смешная. И для истории Tour de France, я думаю, тоже неплохо. Такие костюмчики разные. Собак одевают в футболки. Это испанцы по Элью едят и радуются. Вот такие вот вещи. Даже такие костюмчики бывают. Забавная. Очень прикольная серия по-своему. Артур в пальмах сидит. Не, одень шапку. Кепку. А то солнце печет. Пойдем покажем памятник с этими девками. У нас вот такой есть. Не знаю, что это может быть здесь фонтанчик или? Да, похоже. Да, да, да. Какой-то краник. Видимо, здесь должна была течь вода. Но сейчас почему-то она не течет. А вообще это у нас река здесь. Ляду. Ух. Вот такая. В принципе, не маленькая. Но и не очень большая река. Приветик. Отсюда. Посмотри отсюда, как я смотрю отсюда. Вот это тоже одна из интересных серий. Я вам немножко показывал. Давайте я все-таки пока не здесь смотрят. Мы пройдемся здесь более. Более. Вот он, собственно, автор. Это автопортрет. Насколько я правильно понял, он работает стюардом на самолете. Поэтому летает в разные страны, видимо. И я слышал, что он рассказывал, что у него там бывает иногда два часа всего лишь. Чтобы... Ну, перерыв два часа до отлета. И он вот куда-нибудь выбегает. Находит места и успевает сделать иногда такие вот интересные фотки. Вот это классно. Мне нравится такой вид. Хотел бы я тоже там побывать. Жаль, что нет, конечно, на каждой фотке каких-то объяснений. Чтобы точно знать, где это, когда это. Но места интересные. Они все в воде. Они все в воде, да. Это какие-то источники, видишь. Видимо, горячие источники. Вон он, видишь, дымится. Теплые такие. У них даже шахматы играют. Да, играют в шахматы. Водные шахматы. Это битва в воде. Это, знаешь, так... Они не одевают железную броню, а такие аквамары. Знаешь, такие диаманты из воды, которые берут. Они... Они делают из них броню, потом... И делаются так. И вон еще шахматы. Прям слоумо. И его унесло в далекие края. Мы тут обсуждаем с Артуром вот этот снимок. Взрыв на горячем источнике. Автор рассказывал, что очень-очень большая температура. И даже когда какой-то сильный ветер, опасно рядом находиться. Потому что может кипятком... Ну, я не знаю, насколько кипяток. Не знаю, точно какая-нибудь температура. Но он сказал, очень горячая вода. Небезопасно. А вот где это, я прослушал, к сожалению. Ну, видите, что место популярное. Может кто-то из вас знает, напишите. Может кто-то бывал здесь. Вот табличка автора. Довольно у него такой псевдоним, если я правильно понимаю. Трипак. Особенно для русскоговорящих, конечно, немножко странный псевдоним. Здесь вот такую табличку, интересно, повесили. Просят отметиться, если вы посмотрели эту серию. И мы вот с Артуром тут сделали отметочку небольшую и написали круто. А я напишу. Давай, только аккуратненько. Что ты напишешь? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-чуглаз. там как раз нет буквы ю с которой у тебя проблемы сейчас посмотрим может у тебя с другими буквами есть проблемы это буква а получится вот теперь можно палочку ставить эти молодой человек забывает класс двумя с пишется потому что это русский язык вот она то река с той стороны такой ухоженные цветочки пальмы стриженные кусты квадратом много пальм но блин эту камеру далеко на самом деле тут метров 30 максимум ширина для вас наверно кажется будто все 200 но мы идем по моему последний нет нет предпоследний там еще есть вот там мы вешали тоже я вам их принципе уже тоже показывал на мосту смотрите такие цветы с ними ничего не происходит они будут круглогодично и он за ними следят конечно поливают есть специальные люди вон там наверху которые этим занимаются но красиво сразу преображается вид мы в этом городе были уже есть кто-то может быть из вас кто самый внимательный tour de france здесь именно здесь проходило там они стартовали сюда ехали такая вот довольно темная серия тоже довольно необычные но они мне кажется на мой взгляд не очень выгодно на солнце выставлять видите она и они лучше бы в каких-то лайтбоксах смотрелись потому что вот эта часть не не небольшая часть которая видна в общем-то который не черная она должна светиться тогда мне кажется больше эффекта будет здесь на солнце немного теряется эффект слишком видно вот эти помарки на черном автор матиас дюбрана и вот снова то самое дерево магнолий посредка огромные цветы наверно даже у меня под больше чем это расстояние большое очень дерево много цветов тоже цветет круглогодично практически так но и по моему последняя серия экстерьер на улице если не ошибаюсь такой стильчик я уже снимал еще раз немножечко пройдемся сейчас по этим мелким это у нас элизабет видео я уже рассказывал а вот это сейчас то что вы слышали сейчас презентация вот эта серия она как в принципе можно здесь заметить она хочет сказать этими фотографиями о проблемах вы видите там вот есть фотографии на которых можно видеть скан легких есть и другие вещи и вот здесь вот я думаю самая наглядная на вот эти две фотографии вместе они я думаю многие из вас поняли что они означают автор мари ниголь здесь тоже самое то есть вот таким образом она хочет как бы поднять вопрос этой проблемы проблемы действительно серьезная и не знаю может быть так просто совпало на может быть во франции действительно я просто больше замечаю хотя может быть просто этого никто не скрывает знаете поэтому все смело говорят что да и у меня был рак я вылечился или или да у меня есть рак я в процессе лечения я много слышал людей у которых родственники тоже у них был рак то есть такая проблема на мой взгляд очень серьезно мы знаем много даже звезд уже которые тоже столкнулись с этой проблемой проблемы серьезная безог assisted и вы знаете это серия и и так далее и это и это и и к моспет taxes любом и пустые $10 или $1 или $10 и死 на $10 и $15 и $10 и $15 и $10 и $10 и $15 и $% потому что они были красивыми, у меня были депутаты, и это было вот так. И я подумала, почему бы не сделать что-то с этим, этот счастье, потому что ваш оборудование – это часть твоего идентичика. Вот Жеральдина, она сама из Голландии, но уже много лет живет во Франции, и она один из организаторов выставки, и вот тоже она немножечко участвует. И Лизет, эта девчонка, с которой мы вешали, она тоже из Голландии, она ее племянница. И она, кстати, очень интересная, она на своем велосипеде с палаткой, там с разными сумками, она передвигается из разных стран. Вот сегодня мы ее проводили, она поехала в Испанию, 2000 километров ей нужно проехать на велосипеде, она показывает много фоток интересных. Я думаю, в принципе, у нее насыщенная и интересная жизнь. Она переезжает вот так вот из разных городов в разные города, где-то останавливается, где-то работает какое-то время на ферме или еще где-нибудь, а потом едет дальше. Сейчас вот она на пути в Испанию. Мы подружились, довольно-таки интересный человек. И приглашала в Голландию, может быть, когда-нибудь попадем в гости. Так, ну что же, вот в принципе, наверное, и все. На этом, я думаю, мы закончим ролик. Сейчас тоже тут народ сюда заходил, смотрели, про меня немножко порассказывали, но я, как всегда, это не снял. Я не знаю, что Артур, что они про меня рассказывали? Они рассказывали, что ты украинец, и он сделал эти фотки, и потом это все. Мне кажется, это все. Ну, на самом деле, там еще говорили, но не суть важна, какая разница. В общем, есть еще в других двух городах, я туда ездил, уже был. Я не знаю, у меня были мысли съездить туда тоже поснимать. Но, с другой стороны, я думаю, в принципе, для вас, наверное, это не столь значимое и интересное событие. Поэтому, ну, сделаем просто короткий ролик, показал вам, что я увидел. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, и все как всегда. Всем пока, до новых видосов. Говори пока. Пока.